Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую и выражаю искреннюю свою радость в связи с возможностью снова вступить под свод этого величественного, благолепного, наполненного благодатью Божией Собора, с которым связаны почти 25 лет моей жизни. Я благодарю вас, Владыка, за слова, которые вы сейчас только произнесли. Для меня это очень важное свидетельство, потому что мало посеять семена, очень ведь важно, чтобы они выросли и чтобы принесли плод. Я вижу, как сегодня плодоносит церковная жизнь на Смоленщине. И хотя условия развития церковного организма здесь непростые и никогда не были простыми, тем не менее это поле пшеницы Божией колосится и приносит свой плод. И, наверное, происходит это в первую очередь не потому, что кто-то потрудился больше, кто-то меньше, а потому что это земля особая. Земля, политая кровью. Земля, отстоявшая саму себя с опорой на веру православную. Земля героическая, земля, на которой прославились многие угодники Божии и святые новомученики. И вот весь этот духовный, мощный исторический пласт, он ведь не может оставаться только на страницах исторических книг или в летописях. Ведь это жизнь, подвиг, труды, молитва, радости, скорби живых людей. Это их молитва, которая некогда возносилась к Богу с этой земли. А ныне верим, что сон смоленских угодников предстоит престолу Божьему и молится за смоленскую землю. Я радуюсь тому, что многие начинания сегодня развиваются с большим успехом. И я хотел бы всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, от всего сердца пожелать ревности о деле Божием. Не останавливайтесь на достигнутом. Не думайте, что построенный храм там, где его не было, восстановленный храм там, где были руины, венчает ваши труды. Когда мы строим и создаем храмы Божии, обустраиваем монастыри, открываем школы, гимназии, воскресные школы, детские сады, мы только-только делаем первые шаги. Очень важно, чтобы все это заработало, укрепляя духовную основу нашей народной жизни. Потому что без этой основы нет народа. И, может быть, смоляне, как никто другой, это хорошо понимают. До сих пор сохранилась величественная крепостная стена. Знаем, какой силы духа обладали смоляне, защищая в том далеком 17 веке свой православный город. Знаем, каким героизмом, какой несмываемой ветрами и водами исторического процесса с силой духа и славой были увенчаны те дни. И 20 век, как и 19-й, явил также образцы силы духа смолян. Собственно говоря, мы можем здесь с особой силой свидетельствовать, что непобедимость нашего народа, и не только от внешних обстоятельств, но и от воздействия греховного начала, зиждется в крепкой и основывается на крепкой вере, на сохранение из духовных и нравственных ценностей культурной традиции нашего народа. Этот пример смолян важен для всей страны, для всей церкви нашей. Я прошу вас никогда не забывать о той великой ответственности, которую вы, как народ смоленской земли, несете именно потому, что вы наследники великих поколений, борцов, освободителей и хранителей Святой Руси. Пусть благословение Божие пребывает над нашей смоленской землей. Я желаю успеха и помощи Божией вам, Алексею Владимирович, новому руководителю, губернатору Смоленской области. Пусть покров Царицы Небесной, благодать, исходящая от чудотворного образа Адигитрии, поддерживает вас. Дай Бог, чтобы вас окружали верные, надежные и квалифицированные люди, потому что многое предстоит сделать для улучшения жизни смолян и для развития экономического потенциала области. Я хотел бы также и вам, дорогой владыка, пожелать силы, крепости, дерзновения, ревности в созидании Церкви Божией здесь, на берегу Днепра, в этом исторически значимом регионе России. Вы будете иметь и уже имеете эту замечательную возможность совершать божественные службы в этом, одном из самых прославленных мест святых на Руси. И пусть также покров Царицы Небесной пребывает с вами и с духовенством Смоленской епархии. И, наконец, я хотел бы обратить свое слово к пастырям, а также ко всем активным мирянам, которые, участвуя в образовательных, социальных, миссионерских, молодежных делах Церкви, укрепляют те духовные начала жизни, о которых я вам говорил. В трудах своих не расслабляйтесь. Пусть у вас никогда не будет привыкания к тому, что вы делаете. Пусть никогда не будет внутреннего успокоения, что многое достигнуто и хватит, пускай другие поработают. Несите свое служение до тех пор, пока Бог будет давать вам силы и дерзновения совершать подвиг во славу Церкви Его. Пусть же благословение Божие, покров причистой Царицы Небесной и молитвами, молитвы святых в земле Смоленской просиявшей пребывают со всеми.